Самые дорогие ноги России. Ты дружишь с Мамаевым и Кокориным. Если бы я находился с ними, этого бы не произошло. Это покорение в пресс-то вообще не глухая. Вот у вас модная Гоярт, у вас тоже модная Валентина. Фёдор Смолов в хорошей форме. Это прекрасно. Я вот так не могу сделать. Ларс фон Триер и фильм «Догвиль» и Виктория Лопарёва. Долго-долго сидел один на поле. Я хочу извиниться перед страной. Сегодня я еду встречаться с Фёдором Смоловым. О футболе я знаю не очень много, но о Феде знаю достаточно. Но всё-таки не совсем достаточно, поэтому до моей встречи я решила встретиться... И губы надо ещё накрасить. Я решила встретиться с анонимным источником. Вы знаете, что у меня всегда их много. Чтобы всё-таки прояснить некие детали. Добрый день, анонимный источник. Да, привет. Привет. Я надеюсь, я буду анонимным. Я внимательно прочитала про весь путь. Федя Смолова, суперзвезда, много надежд. Что ты считаешь, можно у него такое спросить? О чём его никогда не спрашивали? И что тебе бы лично было интересно? У нынешнего поколения футболистов российских вообще общая проблема одна и та же. И совпадение масштаба возможностей с масштабом личности. Они имеют полное право думать о себе, как о хозяев их жизни. У них есть всё то же самое, что есть и Златана Ибрагимовича. Но никто из них не Златан Ибрагимович, даже на половину левой ноги. Дорогие друзья, вот они, самые дорогие ноги России. Вот они, настоящие русские скакуны, я бы так назвала. Вот выискиваю своего. Федя Смолов где-то там. Проблема, что они, конечно, на таком расстоянии, особенно при моём херовом зрении, конечно, выглядят все одинаково. Ну как прошла тренировка? Фёдор Смолов в хорошей форме. Это вы у него спросите. А знаете, как форму показывает? Предстоящая игра. Вот она и покажет, хороший он или нет. Пошли. Здравствуйте, Фёдор. Здравствуйте. Ну как прошла тренировка? Не замёрзли? Да нет, нормально. Сегодня ещё более-менее тепло. Было попрохладнее до этого. Ну что, пойдёмте, переохлаждение сейчас будет. Так, ну а это парковка, да? Да. Где всё? Где Ройлс-Ройс и Бенфи? Всё скромно, всё скромно. Чемпионы страны, но всё скромно. Ну ладно, мне кажется, вы просто Потёмкинскую деревню какую-то сделали к нашему приезду. Нет, это всё... Ну а твой автомобиль где? Мой вот там. Какой? Чёрный Мерседес. Так, ну что, это вот здесь, значит, вы тренируетесь. Там раздеварки. Да, здесь мы тренируемся, живём. И вот в графике, когда мы играем по два матча в неделю, мы проводим большую часть свободного времени здесь, нежели дома. Ну к вам можно приезжать? Нет. Ну так аскетично. Аскетично более чем. Это тебе не Монако, конечно. Шанель Алюрд, друзья. Увлажняющий лосьон, атопичная кожа. У тебя атопичная кожа? Сухость, да, повышенная. Так, часы дорогие. Адамар Пеги не подделка. Откуда ты знаешь, Ксения? А я разбираюсь, ты знаешь. Да, я же тоже когда-то была молодой. Так, ну это крестик, это что-то, да, обереги. Это на удачу? Ну там мощи святых. Ты одеваешь на все матчи? Нет, нельзя играть в подвесках. И всё, и что вот здесь ты один, приехать нельзя, девушек нет. Всё, полный аскет. Да. Ну я тогда понимаю, почему вы идёте в разнос между матчами. Мы идём в разнос между матчами. Максимум в отпуске в разнос можно пойти, когда нет тренировок. Я предлагаю тогда переместиться в более какие-то шикарные условия. Вот у тебя же есть какая-то квартира, где ты живёшь. Ну, может, покажешь. Ну, как я ещё туда попаду? Туда столько моделей пускают, там всё 90-60-90. Я могу только как журналист прорваться. Туда только родители и в ближайшее окружение. Я иду переодеваюсь тогда. Ты идёшь в ту заветную комнату, я буду подглядывать, ждать тебя здесь. Хорошо. Как раз на заднем плане братья Мирончуки сейчас протачки у них спросим. Во чём ситуация Мирончуков, спрашивается, отличается? Теперь, наконец-то, научились их различать. У одного Бентли, у другого Роллс-Ройс, никак не перепутан. Ксения. Мы вас знаем. Ребят, где ваши дорогие машины? Где Роллс-Ройс, где Бентли? Вы же помните эту шутку прекрасную? Нет, мы не помним. Что теперь я братья Мирончуков различаю по тому, что одного Роллс-Ройс, а другого Бентли. Я приехал в целом. Это шутка была всё-таки или неправда? Ну, шутка, наверное. Мечты сбываются, я думаю, да. А вы на чём приехали? Мы сейчас на другой машине. Ну, как? У нас ещё. Ну, какая вы такая? Василий, у нас ещё одна есть. Ну, какая это? Не стыдно, можно сказать. Вы хорошо зарабатываете, чё? Живей. У вас один на двоих, что ли? Зачем она у нас? Зимой просто, либо она без девок. То есть Бентли это на лето просто? Да. Ну, хотелось бы, да, летом. А вы на каком машине? Я на Ауди. Лично раз. Я на сводителе. Ушводителем. А8. Ну, я как, слушайте. За рулём мне тяжеловажен. Я человек не молодой. Не разгляжу кого-нибудь. Модные косметички. Вот у вас модная Гоярд. У вас не очень модная. Они тоже модные. Валентина. А Гоярд, знаете, сертифик, да, Гоярд? Гоярд это прекрасно. Это вообще кто не знает просто на самом деле. Нет, это супер. Ну, просто у кого спрашиваем вообще, кто... У них, кстати, багаж круче, чем у Лой Вьютона. Это вообще вот Лой Вьютон тогда для лохов. А это прям крутая модная марка. Это круто, мучик. Боже, боже, я вот так не могу сделать теперь. Прав вас лишили, поэтому буду вашим водителем я. Не задорого. Не задорого? Присаживайтесь, да. Не задорого. Прекрасно, договоримся. Знаешь, будет как в анекдоте. Не знаю, кто там, но водитель у него Собчак. Я, конечно, давно не садился за баранку, но когда-то я даже в гонках участвовала. Серьезно? Да. Я тоже. Федор, мне прав, решили. Ну что, Федор Михайлович, вы человек продвинутый, мне сказали. В Москве куда пойти приличному человеку? Вот куда вот ходят футболисты? Я переехал в Москву уже после Краснодара не так давно. У меня первое время очень часто гостили родители, и я все время проводил с ними. Он бухает, тусуется. Нет, это поколение футболистов вообще не бухает. Среди них бухающих очень мало, и это единица. Последними, по-моему, нормально бухающими футболистами были Березуцкие. И ты понимаешь, что я имею в виду, потому что Березуцкие, ну, посмотришь, они столько лет играли, в прекрасной форме все время. Но я веду в качестве расслабона, конечно же, вот. Поверю, что ты прям примерный парень. Я не обманываю тебя, я тебе серьезно говорю. Потому что в Краснодаре было добираться не очень удобно, с подручной, и они не так часто туда приезжали. Слушай, а расскажи про Краснодар. Мне кажется, это же вообще должна была быть для тебя убийственная тема. Ты модный, крутой, любишь Москву, любишь вот это все. И вдруг ты приезжаешь, там семки, борщ, вот эти казаки. И все вот это же. Я стал домоседом. Честно. Но там должно было быть тебе очень скучно, нет? Мне там и было скучно. А что ты делал там? Сидел дома. Ладно, хорошо, в игры играл дома. Ну, играл, да, играл, читал PlayStation, на компьютере играл. Ну, там раз в неделю мог сходить в кино и максимум там поужинать в каком-нибудь кафе или ресторане. Хорошо, а любимый ресторан в Москве? Нобу. Там, опять же, мне нравится, что там немного людей. Большое спасибо Имину, что он функционирует от ресторана. Мне кажется, что если бы владеть... Но, мне кажется, вообще не прибыли. Да, я про это хочу сказать, что если бы владеть им был кто-то другой, скорее всего, они бы закрылись уже дома. А вот места типа Ле Маре, вот ты любишь? Бывает, бывает. То есть вот это пятница живой, оркестр. Вообще нет пятницы, у нас плюс-минус игры в выходные, поэтому... Ну, бывает, что я там оказываюсь. Хорошо, а любимое место, ну, не знаю, бар, клуб? Сейчас, мне кажется, что, в принципе, клубы, начни как таковые, они вымерли. Ну, то есть они неактуальны. Есть Симачев, бар там. Ну, вот, наверное, Симачев, да. Туда ходишь? Ну, очень редко. Киса-бар какой-нибудь? В Киссе-бар я был вот один раз. То есть у тебя какой-то мечты съездить на Burning Man? Абсолютно. Я такую музыку не понимаю и не слушаю. Ну, а как в локомотиве тебе вообще играется? Нет, лично. Я очень тепло принял коллектив. Я на самом деле практически всех ребят знал до того, как перешел в команду. Ну, то есть там, Дима и Тарасова мы в отпуске, вот в прошлом вместе оказывались и близко общались. И с Миранчуками я в сборной общался. И с Гильерманом, с Владом Игнатьевым я давно знаком. Ну, то есть много ребят достаточно. Слушай, ну тебе нравится вот этот имидж того, что ты такой самый интеллектуальный из наших футболистов, самый умный, самый начитанный? Для тебя это не социальный лифт, потому что ты из хорошей семьи, а вот просто... Ну, я слукавлю, если скажу, что я там не обращаю на это внимания. Ну да, мне нравится. Ну, вообще, само то, что футболист использует слово «лукавлю», мне уже очень нравится. Ну, скажи, то есть это все-таки не стереотип, что футболисты в основном парни очень простые, не особо образованные, не начитанные. Наверное, глупо отрицать, что в большинстве своем оно, может быть, так и есть, но все равно я считаю, что это в первую очередь зависит от человека, то есть от его желания развиваться, учиться и совершенствоваться. Послушай, Федь, так, ну, может, это именно и мешает как-то тебе? Потому что, знаешь, как с актерской профессией. Чем актер более личностный, тем ему сложнее играть на сцене, говорят профессионалы. Пожалуй, что так, но на самом деле я сталкивался с этой проблемой, особенно когда был переход из юношеского возрослого в футбол. Я старался там искать во всех действиях тренера словах по тексту, все это перебирал, в голове это все сотни раз передумывал, анализировал. А если вот здесь так, а поставили этого в топ, меня, например, в эту команду в тот момент, а в этом упражнении поменяли. Так, чтобы это могло значить, что я буду играть или нет, если не буду играть, господи, это проблема. Если я выйду на замену, значит, мне нужно по максимуму стоить. Ну, то есть это реально мешает. Это факт. Ну, условному дзюбе, наверное, легче, да? Я этого не говорил. Не знаю, я не близко знаком с Артемом, поэтому... Не могу оценивать. Ты дружишь с Мамаевым и Кокориным. Ты был, по-моему, вообще чуть ли не единственным человеком, который поддержал ситуации, когда тебе легче было от всего этого отмежеваться и дистанцироваться. Ты все равно написал какой-то пост, ты поддержал друга. И на самом деле вот мне этот поступок был очень симпатичен. Ну, во-первых, я хочу сказать, что они сами абсолютно виноваты и точно должны понести наказание. Это сто процентов, то есть несмотря на дружбу. Но я считаю, что это наказание слишком необоснованным и суровым, и жестоким по отношению к ним. Я дружу больше с Пашей, то есть знаю его всю ситуацию, поэтому мне, конечно, жалко. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилии Кокорина, Мамаев и Пака, то, скорее всего, наказание было бы совершенно другим. Просто ребята, скажем так, попались в удобное время и решили показать всем, что в том числе и с власть имущими людьми у нас в стране шутки плохи. Но ты же дружишь с ними, они твои друзья. Правильно я понимаю? Да, Паша мой друг, да. А что тебя вот тогда с ними объединяет? Знаешь, говорят, что там скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну, мы, во-первых, очень давно знакомы, и мы начинали свой футбольный путь все вместе. С Сашей Кокорином я вообще жил вместе на базе, на Динамоской, в одном номере, там, на протяжении двух лет. Все время мы проводили вместе, и в том числе и досуг. В то же время, плюс-минус, мы познакомились с Пашей в молодежной сборной. Ну и... Ну, давай я скажу так, Сюш, я верю, что если бы я находился с ними, этого бы не произошло. Хочется тебе уже в иностранный какой-то клуб попасть? Вот я знаю, что ты долгое время отказывался от таких средних английских клубов и ждал какого-то шанса. Мы плавно подходим, да, к событиям? Да, да, да. Что, тебе предлагали в реале играть до чемпионата? Ну, нет, конечно, если бы мне предлагали в реале играть... Ну, что шли переговоры, что-то? Ну, агент мой, мой представитель, мой агент, да, единожды разговаривал со спортивным директором. А они позвонили зачем? То есть они что, спрашивали? Типа, расскажите нам, вот, просто мне интересно. Про бары тоже любимые на скейт-лубке. Ну, ладно, скажи. Ну, пожалуйста, вот звонят люди. Я не знаю, слушай, я не углублялся, потому что, ну, как бы, разговор был, мне об этом агент сообщил, я не стал интересоваться там подробностям. Что же тебе было неинтересно? Нет, ну, мне было интересно, но, слушай, нет, если бы это какая-то, надо какой-то конкретики дошло, то, конечно же, я бы там был осведомлен и участвовал в переговорах. Нет, у меня из такого, из реального было вот с Дортмундом, с Баруссией, прям вот я не перешел только из-за того, что там поменялся тренер. И вот Вестхэм как раз-таки год назад перед чемпионатом мира я решил не переходить. Не жалеешь сейчас? Ну, жалею. Ну, здесь такой момент, слушай, если бы знать, знать бы прикуп, кто знал. У меня была травма, весь отпуск, она меня мучила, у меня болела нога. То есть я прикинул, что мне нужно восстановиться месяц, там, месяц набрать форму. Я перехожу в совершенно другой чемпионат, совершенно другие скорости. Мне нужно адаптироваться. Я вышел на замену, не забил, там меня перестали выпускать, и я приезжаю на чемпионат мира совершенно не в форме. Ну да, это мы об этом еще пообщаемся сегодня. Стоите, посмотрим, как ты живешь. Посмотреть. Один живешь пока? Да. У тебя сейчас какой статус? У тебя есть девушка? Нет, я с... I'm single. Да ладно, давно ли? А что ты такой красивый парень и с... Ну, с января месяца. Как-то долго. Мне кажется, футболисты, они... У них это все быстрее происходит. Ну что, то есть правильно я понимаю, что ты сегодня вечером идешь в кино? Да, сегодня вечером я иду на новый фильм Ларса фон Триера. Если тебе хочется покричать, я считаю, что стоит это сделать. Дом, который построил Джек. То есть ты прям футболист, который ходит на фильмы Триера. Да, я люблю Триера. И ты Триера видел какие-то другие фильмы? Да. А какой тебе больше всего нравится? Я видел «Нимфоманка» обещаю себе и «Догвиль». Ну, «Нимфоманка»... А «Догвиль» понравился. Да, «Догвиль». Скажи, а как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триера фильм «Догвиль» и Виктория Лопарева? Мне кажется, это... Нет, я ничего против не имею. Это просто женская зависть, вы поймите. Мы медленно переходим в формат «Пока все дома». Боже мой, в логове футболиста. Курточка Луи Вьютон. Красиво. Луи Вьютон «Суприм». Вот Киркоров с Рудковской рыдают. Так, стиль. Боже мой. Так, это модная тоже марка. Да, Херстон, Престон. Найк тоже модный. Таких хрен курт. Все на модном. Боже мой. Нельзя быть таким модным человеком. Кожаные куртки. Салмаранцев. Все как-то... Все неплохо. Все по-фольшому. Зажиточный шмот. Ничего, что я так пороюсь. Мне интересно. Кроссовки. Красота. Ты любишь всякую манклер. Горнолыж. Скромная. Горнолыжка. Чисто в Куршавелле. Ты где больше любишь кататься? Я единожды катался в Куршавелле как раз-таки год назад. А тебе же нельзя. Это же очень надо. Я попробовал один раз инструктором. Я не умею кататься, на самом деле. Поэтому я вот скромный купил себе костюмчик на один раз. ФС. Это такая черная метка. Женщина входит. Вначале белые тарпочки, да? Какая у тебя любимая марка? Вот, не знаю. Три любимых марки. Салмаран. Если спортивные, то это найки. Не обсуждается даже. Из последнего о мире не нравится. Да, это, кстати, сейчас модная история. Вот все. Ольков любви, друзья. Вот здесь только бы по-быстрому. Вот здесь все происходит, да? Я правильно понимаю. Здесь я высыпаюсь и набираю сил, восстанавливаюсь. Книги, друзья. Мартин Иден, Джек Лондон. Витю. Человек важнее всего. Протеерей Андрей Ткачук. Это мама, это мама, да. Размышления о жизни. Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков. Каша такая, я начал и не стал читать. Святой Евангелий. Боже мой, ты приличный, позитивный парень. Смотри, просто. Такое бывает. Ну и Федор Достоевский. Униженный, оскорбленный. Это, видимо, чтение после чемпионата. Это, кстати, во время чемпионата. Power of Now. Сила настоящая. Мои Харт-Толли, я, кстати, я Харт-Толли очень люблю. Прекрасно. У него много хороших. Это я во время чемпионата, кстати, читал. А это мне мама подарила после моего перехода в локомотив. Лидеры племя. Интересно, читал ли, джуба, эту книжку. Рюкзаки Supreme. Все красиво. Еще одна гардеробная. Но это так, все поскромно. Скромно, но со вкусом. Вышитый дракон. Привет Филиппу Киркору. Бальман, да. Цинейджерство. Ну это прям какое-то басковщина. Ну я не знаю, Федь, ты же модный парень. Ну на день рождения надевал, мог себе позволить. Да? Ну ладно. Слушай, подожди, я должна сделать это именно в спальне. Это моя мечта. Иди сюда. Нет, я уже взрослая женщина. Вот такая мизансцена. Вставай сюда. Вставай. Показывай мне свои татуировки. Я хочу это увидеть. Я тебя раздеваю. Я ради этого делала интервью. Я не знаю, ради чего вы думали. Может, майку не обязательно снимать? Нет, майку обязательно. Не стесняйся. Я же дальше раздевать тебя не буду. Давай. Вот в моем возрасте мужчинам уже приходится уговариваться раздеться. Что вот это все? Расскажи. Здесь задумка такая, что это стена и на ней граффити. Стена плача? Ну не совсем. Так. Ну и кирпичная стена, и типа все надписи выполнены в разном стиле. То есть типа граффичик подходил и в своем собственном стиле что-то писал. Здесь надпись Веры. Faith is my bodyguard. Здесь Саратов Сити и год рождения. Футбол will be forever in my heart. Ну, она переделана. У меня самая первая татуировка была forever in my heart и цифра 3. И это я уже потом переделал. Потому что я потом набил имена родителей и бабушки. Это Иисус Христос? Здесь Святая Троица, да. Здесь Отче наш, да. Крест. Ну, у меня основная часть на религии. Мы русские, с нами Бог. Боже мой. Я, видите, ребят, у Федора Смолова есть татуировка. Пообежать, что-то не будет. Это прекрасно. Сейчас Захар прилепен. Я обращаюсь лично к тебе. Федор Смолов имеет татуировку «Мы русские, с нами Бог». Ты выкалывать это на себе не стыдился, а показать, что стыдишься. Нет, ну это же моя личная. У тебя еще много места. Вообще, да. Что собираешься следующее накалывать? Как называется программа твоя? Ты хочешь наколоть Собчак? Ну, как вариант. Боже мой, ну все, ловлю нас. Все, у вас была бы Виктория Лопырева? Не пришлось бы так долго уговаривать парня раздеться. Что вот мне делать? Виктория Лопырева уже была. Что же об этом говорить? Ну, слушай, у тебя много кто был. Это самое интересное из всего, что было. Кто много? Вот ты мне, кстати, скажи, а почему у футболистов вот такие вот типичные журны? В Instagram, модельное прошлое, шопинг. В Англии не называют это wax. Ну да, но я думаю, что это связано с окружающей средой, бытие. То есть, вот опять же, наверное, это то, о чем ты говорила, что какие-то места, где тусуются в футбике, и там, наверное, плюс-минус тусуются и такого рода женщины. И поэтому как-то так все завязано. Ну вот мы плавно подошли к Владимиру Путину. Я ждал. А почему именно вот ты решила повесить эту фотографию? Это то, чем ты больше всего гордишься в жизни? Ну, этим я горжусь, да. Это мой президент. Так. Ну, я в смысле, почему ты именно повесил эту фотографию, а не, например, не знаю, ты забивающий гол. Или ты с какой-то наградой и так далее. То есть, почему этот момент важен? Вот этот момент важен. Награда, почетная грамота, президент Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Смолов Федор Михайлович. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Это олицетворение успеха сборной России. Голосовал за Путина? Я пропустил голосование. У меня загранпаспорт. У меня не было российского паспорта с собой. Меня администратор сборной подвел. Он сказал, что можно полететь загранпаспортом. Я российский не взял. Ну, понятно. Ну, так бы голосовал за АВВ. Да. Несмотря на это, я как бывший кандидат все-таки проведу с тобой интервью. Ну что, Федь, мы уютно с тобой устроились под Владимиром Путиным. Такой есть частый стереотип, что футболистов обвиняют в том, что они ведут определенный образ жизни, который способствует тому, что они становятся разгильдяями или хуже играют, тратят слишком много денег, слишком увлечены женщинами, алкоголем и так далее. Ну, это естественно. В твоей жизни же тоже были какие-то такие совпадения. Например, твой первый период, вот эти минуты тишины, он практически полностью, я прям посмотрела хронологию, совпадает с уже упомянутой Викторией Лопыревой. Да. Ну, вот ты считаешь, реально это случайность? Или может быть действительно вот такая жизнь, Монако, первый дорогой шмот, красивая девка. Нет, дорогой шмот у меня всегда был, а сейчас. Ладно, еще до игры в футбол. До игры в футбол, да. Я скажу так, что я кайфовал, это красивая история, ну, которой, не знаю, не могу сказать горжусь, но я рад, что она имела место быть. Но тебе не обидно было, что после ваших отношений Вика стала давать какие-то очень странные комментарии? Нет, это уже ее право, это уже было, как бы, когда у нас не было отношений. Ну, все, люди разные. Ты не обижен на это? Я нет. Вы общаетесь и как-то все? Ну, периодически, да. Но ты не связываешь это вот с тем, что ты увлекся как-то жизнь? Нет, просто на каком-то этапе, да, я начал осознавать, что это действительно мешает, потому что она человек публичный, ее образ жизни подразумевал постоянно какие-то выходы в свет, ну, что, ну, идет в разрез, как бы, с режимом спортсмена-профессионала по футболу. Да, я это стал понимать, но... У тебя были какие-то такие... Я не жалею, потому что это тоже опыт. ...вихри, когда тебя уносило, как Кокорина с Мамаевым, условно, в какие-то тусовки, в какой-то такой образ жизни? Было, было, но это было, это было связано, это было еще до Виктории, это было связано как раз таки, что я там какой-то период хорошо тренируюсь, работаю, мне там говорят одно, я забиваю, иду, играю за дубль, забиваю, меня не берут в заявку. Потом еще, и вот там типа через два месяца я срываюсь, там типа серия, да, иду в загул. Ну, из серии какого хрена я там пошу, на меня не обращают внимания, предпочитают мне там какого-то иностранца 32-летнего, просто потому что тренер боится его посадить, потому что ему руководство скажет, что мы за него деньги заплатили. Но это как бы нормально у нас в России, я был уже в Голландии на тот момент, и там при прочих равных, если свой воспитанник даже хоть там слабее, но ненамного, всегда его поставят, ему дадут возможность играть, нежели какому-то там привезенному игроку. У нас совершенно противоположная история. Ну да, бывало, конечно. Одна из больших проблем наших российских футболистов заключается в том, что они личностно как бы не дорастают, не успевают дорасти до того уровня жизни и славы, и денег, и всего, которое они получают. И получается очень большой разрыв между тем, что ты уже очень богат, знаменит, известен по совокупности разных причин, а масштаба личности у тебя это все освоить нет. У тебя начинается звездная болезнь, тебя начинают рвать в лоскуты, ты не понимаешь, как с этим совсем как бы жить и что с этим делать. Ты согласен с этим? Ну, скорее да, чем нет, да. То есть ты считаешь, что это проблема большинства футболиста? Да. Слушай, а ты на себе чувствовал вот эту историю того, что ты действительно говоришь, что ты из благополучной семьи. Папа у тебя интеллигентный человек, при этом игрок, игрок в карты серьезного уровня, много зарабатывающий. Ну, так же, ты же тоже это знаешь. Ну, в прошлом, да. Ты так говоришь, как ты этого стесняешься. Он же не шулер карточный, это профессиональный игрок в карты, вот как бы. Может, ты, кстати, ты умеешь играть в карты? Нет. Ты не играл с ним никогда? Нет, я умею играть, но я не азартный человек, то есть нет тяги там. Ну, в интернате, когда жил, да, там, сходить в аппараты с пацанами, там, на лишнюю... А во что играл? Тыщенку куртануться, там, как бы, почему нет? А папа во что играл? Слушай, я не очень улыблялся, потому что мне... Ну, в покер? Играл в покер, да. Ну, в покер, кунг-кенбуро, там, во что они играют. Но тебя это никогда? В абсолютно. Ну, то есть я приезжал, я был там в казино, да, мне нравилась вся эта тусовка, он меня познакомил там с людьми, с определенными. А во что, ты в рулетку, ты в блэк-джек? Нет, я просто приезжал, я там кушал, сидел, общался, смотрел телик, ну, просто ходил в бильярты. У меня никогда не тянуло, не хотелось. Ну, это тебя всегда отличало, ты как бы, вот, ты говоришь, у меня шмот был всегда, у тебя действительно там богатый папа, богатая семья. Вот, ты чувствовал свою в этом смысле... Не богатая, ну... Ну, зажидченная, да. Обеспеченная. По сравнению с семьей Мамаева, ну, слушай, у тебя богатая семья, давай так, и ты эту разницу ощущал, ну, вот, знаешь, как бы, может быть, что на тебя смотрели как-то по-другому, что это такой золотой мальчик, и так далее. Мне, знаешь, что один раз было непонятно, у меня была история в Динамо, когда, ну, вот, я был молодой, мне было, наверное, лет 19, и что такое, и парень, который на тот момент играл в Динамо, он разговаривал со вторым тренером, и он задает ему вопрос, мало не ставить, он хорошо на тренировках выглядит, он в порядке. На что ему взрослый мужчина, у которого сын был, плюс-минус мой ровесник, говорит, а ему этот футбол не нужен. Ну, он задает вопрос, почему, с чего вы это взяли. Ну, что, он машину одну разбил, ему папа на следующий день новую отдал. Так и было? Ну, была ситуация, да, когда я попал в аварию, вот. Ну, и просто, он говорит, ему нет необходимости играть в футбол, у него и так все хорошо. А вот другой парень, он, типа, из бедной семьи, он голодный. И меня это настолько поразило, я когда это услышал, я говорю, нет, типа, не может быть такого, он взрослый мужик, он не мог такое сказать. Ну, и... Кстати, по поводу разбитой машины, это же речь идет про вот ту ситуацию, нет, не ту? Это же другая ситуация. Не в Краснодаре, когда у тебя права отняли, да, я так понимаю? Был не трезв за рулем? Нет, я был трезв. Я могу по секрету рассказать тебе, честно. Окей, давай. У меня были просроченные права, я поэтому уехал с места ДТП. Я понял, что машина разбита, я побоялся, она была застрахована, каска, все, я понимаю, что окей, у меня просроченные права, и мне, скорее всего, ну, соответственно, не выплатить страховая. А потом с утра я позвонил как бы юристу, просто посоветовался и поехал сам. Ну, это же тебя прям как крылья обрезали. Ну, хорошо, смотри, несмотря на то, что в карты ты не играешь, папа у тебя картежник, поэтому я решил тебя научить играть в карты. Смотри, ты мне уже сказал свою главную тайну, что с января месяца ты холост, правильно? Сейчас мы проведем чемпионат мира по выбору самой идеальной, красивой, замечательной девушки. Тут реальные девушки, которых я тебе лично отобрала. Лучшее, что есть на рынке. Вот. Начнем мы, ну, как это вот, с четвертьфинала начнем. Так, у нас в четвертьфинале Ирина Шейк и Виктория Боня. Знаешь лично Ирину Шейк? Нет, лично нет. Не знаешь? Я ее знаю, кстати, красивая девушка, правда. Ну, и Виктория Боня тоже очень ничем. Я не глубоко с ней знаком, поэтому... А что, для того, чтобы знать, как она, надо быть глубоко женщиной знакома обязательно? Ну, так, поверхностно, в приятельских отношениях, поэтому я стараюсь не делать вывода человеке, если я... Ну, давай, надо кого-то выбрать. Кого? Ирину Шейк все-таки чувствую, да? Ну, да. Да? Ну, да, ну, на фарт просто она, это, конечно. На фарт. Ну, я знаю, кстати, почему Ирину Шейк, потому что твоя девушка Миранда была практически копия. А тебя вот не смущало, кстати, что ты вот практически... Ну, она просто, она на фотках просто... Ну, ладно, она очень похожа на Ирину Шейк была. Ну, похоже, да. Она себе сделала же пластику под нее. Да? Она сказала? Ну, как, ну, мне кажется, это очевидно. Нашли же какие-то ее фотографии еще и совсем молодые. Ну, то есть это неплохо, но просто... Ну, все, мы выбрали Ирину Шейк. Все, хорошо. Ирина Шейк, так. Выходит полуфинал, мы ее пока откладываем. Так, второй четвертьфинал. Водянова и Катя Клэп. Я слышал вот пару раз это имя. Это блогер, да? Да, это блогер известный. Ну, я прям вообще с творчеством ее не знаком, поэтому... Водянова, конечно. Да. Ну, слушай, у нас хороший полуфинал. А, неплохой, да. Когда, как в Хорватии. Ивлеева и Самбурская. Обеих знаешь? Лично никого не знаю. Так, ну вот по фотографиям. Ты в Инстаграме подписан на них? Нет. Ну, вот на кого подписался? Давай, выбирай. Да, обе хорошие, понятно. Не знаю. Кого берем? Ивлееву. Ивлееву. Она в тренде сейчас. Последний четвертьфинал. Бузова или Барановская? Барановскую знаешь? Да. Бузова. Знаю. Мало половин напеваешь в душе? Периодически. Вот. Ну, у меня есть там микс. Кто больше нравится? Вот кто красивее? Давай с этого. Ну, ладно бы, я буду Глори Хантером до конца. Так. Бузова. Хорошо, все. Старфаки. Так. Итак, у нас полуфинал. Помешаем, помешаем. Сдвинь. Отлично. Так. Полуфинал. Бузова. Водянова. Опа. Наталья. Наталья. Слушай, у нас будет отличный финал, я чувствую. Ирина Шейх и Ивлеев. Все. Боже мой. Финал. Хорванты наступают. Да, это сейчас прямо. Итак, давай. Наталья Водянова или Ирина Шейх. Кто кажется тебе более сексуальный? Ну, я в принципе определился с победителем. Да, уже? Я выберу Наталью, потому что у меня был опыт личного общения с Натальей. Я с ней пообщался. Она признала номера. И потому что у нее твоя нога. Да, я просто. Насколько я знаю, вы общаетесь. Да, мы дружим. Попроси, пожалуйста. Вот смотри, я не подсуживала, честно. Попроси, вернусь, пожалуйста. Просто ты здесь с мячиком. Верни, пожалуйста, ногу Федору Смолову, чтобы он уже начал уже прекрасно забивать. И на следующем чемпионате мира всех обыграл. Наташ, мы передаем тебе привет. Все, это было прекрасно. Хочу тебя спросить вот по поводу такого твоего первого кризиса. 1755 минут тишины Смолова, мемы и ощущение того, что вот самая большая звезда нашего футбола вдруг тогда погружилась. Ну, на тот момент я еще не был даже основным игроком той команды, в которой я находился. И был молодой. Просто ввиду того, что моя вторая половина на тот момент была публичным человеком. То есть я так или иначе был на виду. Ну и то есть, соответственно, внимание было приковано. И поскольку моя там профессия подразумевает, и мое амплуа на поле подразумевает голы, их не было. Поэтому это был повод для людей меня там подкалывать, стебать. Да, мне было жутко обидно. Я прям супер злился. Потому что это был, наверное, первый опыт вот такой именно обструкции. Я не знаю, как это сказать. Какого-то такого глобального стеба. Сейчас у него точно есть психологические проблемы. Потому что он в какой-то момент был очень близок к тому, чтобы стать всероссийским пупсом. Но не стал, потому что... Пупсом стал Дзюба. Нет, Дзюба не пупс. Я имею в виду, как бэкхэм для мира, так и смору для России. Ну, какой есть Дзюба бэкхэм? Ну, на самом деле, вот та ситуация меня очень сильно закалила. Она мне очень сильно помогла. И помогла впоследствии пережить, собственно, вот это время после чемпионата мира. Ну, вот смотри, тогда еще главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, еще не будучи блогером, написал к тебе письмо. Я его прочитала и вот подумала, что же ты должен был испытывать, когда ты его читал. Ты воспринял это действительно как совет? Оно как-то вообще повлияло на тебя, вот когда человек, который следит за спортом, разбирается в этом, говорит о том, что следил за тобой все это время, но при этом считает, что тебе надо собраться, что тебе не хватает бойцовских качеств и так далее. Тебя обидело это? Да нет, для меня это не было секретом, потому что, по сути, там, основная часть была правдой. И мне было даже, наверное, приятно, что что-то, ну, какая-то человеческая симпатия у Юры имела место быть и была, ну, по отношению ко мне. Поэтому, собственно, он решил написать это письмо, потому что, ну, по большому счету, там, футболистов много. Решил написать, он конкретно про меня. То, что я не забивал, конечно же, в первую очередь, я сам-то из-за этого больше всего и переживал, и расстраивался. Но выход был один, только терпеть и работать. Скажи, а ты можешь про себя сказать, что ты неуверенный человек в чем-то? На каком-то этапе я, да, был таким, потому что вот этот, все вот эти все приколы, этот степ, это, там, статистика, когда ты не забиваешь. Ну, конечно же, у тебя просто уверенность пропадает, а на поле очень важен игровой тонус. Ну, то есть, когда ты находишься постоянно в игре, у тебя правильное решение на поле, ты, там, ну, даже элементарно просто, там, ощущение времени, там, соперников, пространства на другом уровне происходит. Ну, и, конечно же, уверенность в себе, зная, что, там, ты вот к этому моменту подойдешь со стопроцентной концентрацией и его забьешь. А когда я долго не забивал, у меня постоянно какой-то опасный момент, есть возможность того, чтобы забить, и у меня первая мысль, о, наконец-то это сейчас все закончится, я сейчас забью. И это, как раз-таки, наоборот, мешает, потому что ты концентрируешься не на том, как ты бьешь по мячу, а у тебя уже мысль опережает, ну, твои действия. И, как правило, ты бьешь куда угодно, только не туда, куда нужно. А Смолов, я же говорю, что точно совершенно много о себе думает, не в смысле, там, много о себе понимает, а просто много думает о том, как он рефлексирующий человек. Но при этом он никому не рассказывал, чего он на самом деле хочет, в чем заключается, вот, может быть, его, если не жизненный идеал и цель, то хотя бы ролевая модель. Ну, вот я смотрю, у тебя там лежит книга Экхарта Толи, и вообще вот такие книги про личностный рост, про то, чтобы получить вот эту личностную силу внутреннюю. Эту книгу я как раз считал во время чемпионата мира, и она мне, в принципе, помогала справляться с той ролью, которая мне была, выпала. И, ну, ощущение присутствия, то, что нужно жить настоящим, что сейчас я, да, выхожу на замену, я приезжал на чемпионат мира первым нападающим, но так сложилась ситуация, что я сейчас на замене. Вот. Ну, нужно принимать ее такой, какой есть, и я вообще абсолютно себя не отделяю от успеха, которого добилась команда, потому что я вел себя суперадекватно, работал, и те матчи, и те минуты, которые мне тренер давал на поле, я полностью выполнял, ну, старался выполнить ее установку. Слушай, ну, тебе же наверняка должно было быть обидно, потому что ты входил в этот чемпионат как абсолютная звезда. Ну, по-человечески, конечно, я был расстроен, по-человечески, конечно, я думаю, любой на моем месте был бы расстроен и переживал бы, да. Я уверен, что в жизни во всем есть баланс, и где когда-то есть слишком хорошо, соответственно, где-то будет плохо. Все вот эти там околофутбольные моменты с обложками, рекламами и вот этим там повышенным ажиотажем вокруг моего имени перед чемпионатом мира, вот как раз-таки сыграл со мной злую шутку, и мой минус вот как раз-таки пришелся на чемпионат мира. Тот момент, который мы все помним, когда ты долго-долго сидел один на поле после неудачного пенальти, что ты чувствовал, о чем ты думал тогда? Это было, в принципе, продолжением, по большому счету того, что я испытывал и перед пенальти, это было, не знаю, там, тысячи мыслей, то есть отсутствие, наверное, как раз-таки полное отсутствие присутствия меня вот как раз-таки в моменте. Не знаю, наверное, больше было даже вопросов, нежели каких-то мыслей, как, что, почему. Ты говоришь, что это было и до пенальти, ты выходил с таким ощущением, у тебя было внутреннее ощущение, что ты не забьешь? Нет, я расскажу, как было, то есть за неделю до этого мы играли против Испании, и я первым пошел бить, я был спокоен, реально, я был уверен, что я забью. Ну, то есть не то, что я был уверен, что я забью, но я, по крайней мере, шел спокойно, зная, куда я буду бить, и что если я пробью так, как я умею, то, скорее всего, это будет гол. Даже если вратарь угадает угол. И, соответственно, проходит неделя, после этого мы разговариваем там со всеми ребятами, обсуждаем во время подготовки к хорватам. И Игорь Акинфеев, мы сидим в бане, я сейчас помню, он говорит, мы вот перед матчем готовились с тренером по вратарям, мы смотрели, куда бьют испанцы пенальти, и они пробили все туда, куда вот мы смотрели видео. То есть он говорит, я знал, куда они будут бить, они пробили все ровно туда, куда я ожидал. Мы не тренировали пенальти перед хорватами, то есть наступает серия пенальти, и я начинаю как бы на фоне этого думать. Окей, я пробил в предыдущем матче влево, а там еще вратарь у хорватов, ну он такой достаточно крупногабаритный, высокий. Я смотрю на него, думаю, блин, если он сейчас угадает, я пробью не очень хорошо, а он, скорее всего, будет ждать влево. Куда мне бить? Вправо я не тренировал. Ну и вот, и все, и вот началось, сам себя начал раскачивать. Да, на тот момент я был не уверен в своих силах, точно. По прошествии времени я хочу извиниться перед стороной за это пенальти. В свое оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться или выпендриться. Как раз-таки эта манера была ввиду того, что я вот не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. То есть, в принципе, если бы я, если бы у меня там не тряслись коленки, я бы исполнил это пенальти, ну именно техническую часть, нормально, то я бы забил его. Я подумал, как, что скорее всего он будет гадать, упадет влево, а может вдруг вправо, я пробью по центру. Ну то есть, из-за того, что как раз-таки вот я не был уверен в себе, к сожалению, я не смог его исполнить. Ну, так получилось, что по факту все стали считать это роковым ударом. И после чемпионата началась такая массированная агрессия. Ну, не безосновательно. Ну, не безосновательно, потому что я там не играл и не забил. И, собственно, еще таким образом исполнил пенальти. Я тогда даже написала пост на эту тему, потому что, слушай, человек может... Да нет, слушай, это не вопрос спасибо. Мне просто кажется, что у каждого человека может быть такой период. Вот и каждый человек имеет право на ошибку. Другое дело, что он может из этого пойти в рост, может что-то понять для себя, может сделать следующий шаг. Вот как тебя изменила вся эта ситуация? Что ты чувствовал после чемпионата? Как ты справлялся с этим? Как ты проводил первые месяцы после? Ну, хотелось спрятаться, на самом деле. Первое время просто хотелось спрятаться, никого не видеть, чтобы мне лишний раз об этом не напоминали. Ну, потому что это было действительно больно. И вот эти мои слова там в интервью после матча, ну, это просто нелепая попытка защититься, на самом деле. Вот. То, что я там не стал извиняться сразу, я привык, ну, как бы обдуманно и отвечать за свои слова, и говорить. А перед этим подумав даже не единожды. Вот сейчас я готов извиниться, ну, совершенно искренне. А что произошло потом между вами, внутри команды? Как отнесся тренер, как отнеслись? Был какой-то разговор у тебя же, наверное? Ну, внутри команды, я перед командой, я извинился сразу в раздевалке. Когда все ребята пришли, я встал и извинился за то, что... И сказал, что извините, парни, что я лишил вас возможности сыграть в полуфинале. Ну, это было очень тяжело, но все же мы едим один хлеб, это наша профессия. И как раз таки я понимал, что ребята, наверное, те люди, которые наиболее с пониманием отнесутся к этой ситуации. Первое, что тебе сказал твой папа, когда вы первый раз поговорили после чемпионата мира? Ну, да, ну, как бы там нижняя камера. Ну, там суть была такая, что, как бы, пусть все нахрен идут, мы с тобой, держись. Это важно для тебя было? Ну, конечно, важно. Ну, да, мне как бы стало чуть полегче. А потом я даже особо ни с кем не общался. Я улетел на следующий день. И, мне кажется, неделю вообще не подходил к телефону. Можешь честно мне ответить на один вопрос? Попробую. Есть какая-то, пусть белая, но все-таки зависть к Дзюбе, к тому, что он сделал во время этого чемпионата? Нет, ну, нет, нет. Нет, потому что в целом все, что происходило, ну, то есть, я считаю, что было чудо, действительно. И я объективно понимаю, что тот стиль игры и тот футбол, который выбрал для себя тренер, да, ну, в него объективно больше подходит Дзюба. То есть, я говорил даже своим, там, родителям и друзьям, что, ну, будь я тренером. И если бы я хотел, чтобы моя команда играла в этот футбол, да, там, за счет, ну, я бы тоже, наверное, выбрал Дзюбу. Предпочел бы Дзюбу себе, ну, потому что с моим, там, навыком, качества и умений я бы меньше принес пользы, наверное, команды. С Дзюбой, может быть, хотелось бы бухнуть, там, да, или, может быть, сходить на рыбалку кому-то бы хотелось. А со Смолом хочется затусить, наверное, вот такой, я имею в виду, не мне, вот, например, хочется с ним затусить, я бы другому тусуюсь. А вот тем, кто, может быть, имел бы его в качестве кумира. Какой главный для себя урок ты вынес из этой ситуации? Ну, наверное, что нельзя почивать на лаврах, потому что весь этот год, я, вот, опять же, я не перешел зимой, вот, в Вестхэм, когда у меня была возможность, как раз-таки, в первую очередь, в чемпионаты мира из-за подготовки. Я помню, там, весь этот период, который, ну, сначала, с момента начала, вот, 2018-го календарного года, как я к себе относился, как тренировался, ну, то есть, я действительно боялся там, лишь бы не получить травму где-то, лишний раз не пойти в стык, ну, то есть, это неправильно. И, ну, то есть, я рассчитывал, что вот у меня есть определенный уровень, и, то есть, самое главное, что я сейчас вот без травм подойду к чемпионату мира, а там я себя покажу. Ну, вот, к сожалению, расслабляться нельзя, и нужно продолжать работать, совершенствоваться, прогрессировать. Ну, что, и последнее мучение, на этом мучение еще не закончилось, ты не думай. Я женщина крайне неприятная. Значит, смотри, я, как начинающий блогер, тоже хочу быть в тренде. Ты придумал соник наимной? Значит, модную. Давайте, мне кажется, надо устроить конкурс, надо придумать мне какое-то модное блогерское имя. Миссис Икс, да, почему ты, кстати, креатор. Креатор? Да, крей, а что это значит? Это же создатель, это что-то, ты себя как бы равноположенному богу? Ну, нет, на самом деле все проще гораздо, я просто на каком-то этапе слушал Тайлера, это креатор, есть рэпер такой, и я вот у него взял. Ну, и я считаю, да, что во мне есть нотка Тайлера. Создателя? Ну, это больше подразумевало, что на поле, да, там, типа, я могу что-то придумать такое нестандартное. Пойдешь ко мне в штат? Кем? Креатором. Это творцом? Если перевести. Творцы нам тут нахуй не нужны. Креатором, Вован. Креатор. Ну, все, видите, у нас тут в студии Креатор и Миссис Икс. Вы тоже, кстати, думаете, предлагайте варианты. Короче, к чему я это? Сейчас... Меня, кстати, многие называют Креатором. Вот, я среди них. Сейчас очень популярная среди ютуберов игра «10 вопросов из школьной программы». Итак, столица Словакии. Играл там когда-нибудь? Словакия, такая маленькая страна. Нет, нет, я понял. Братислава? Да, yes. Я просто со Словенией, там Любляны, кажется. Это Словакия, Братислава. Да, вот. Крутой парень, вы видите? Кто написал роман «Леди Магбет» Муценского уезда? Ну, фамилия у него такая, знаешь, вот, как бы, вот, как примерно место, где Баковка, вот, где у вас мы сегодня были. Где много деревьев растет, это что? Не знаю, лес, да, да, вот, и это такой вот писатель, у него фамилия, как Лес, практически. Ну ладно, не знаешь, Лесков, хорошо, ты что тебя натягиваешь на троечку. Лес, лес, лесков. Так. Лучше про рыбалку говорила, я думаю, больше. Сколько человек убил Раскольников? А-а-а... Даже Федор Михайлович обязан это знать. Да, ну сейчас, подожди, бабушку. Бабушку и еще убил сестру. Двоих человек. Двойной убийство. Как в таблице Менделеева обозначается золото? Это должно стать бабло. Ну, подожди. Золото. Да, 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 сейчас. Пишут еще на кольца, вот на просветке. Да, ну подожди, Сюш, я вспоминаю. Это, AU. Да, да, AU. Так, сколько граней у куба? Это вот я бы тоже не сообразила. Если бы у меня там ответ не было написано. Граней? Граней, да. Куб, понимаешь, куб? Да. Вообразите себе куб. Ну, шесть появилось? Шесть, да. Слушай, какие умные футболисты у нас. Так, ну это вообще адский вопрос. Сколько пробыл в тюрьме граф Монте-Кристо? Это я не знаю. Ну ладно, это хреновый вопрос. Нет, подожди, подожди. Ты помнишь? 14? Да, да. Вообще. Что такое антагонизм? Противоположность. Да, ну противоречие. Противоречие, да. Ну практически, да. Что такое девальвация? Обесценивание. Да. Какое имя и отчество укуплено? Александр Иванович. Тот самый. В каком году началась Первая мировая война? Да, ну вот на дату у меня всегда плохая память. Мировая в 14. Ну ладно. Последний вопрос. Ты точно знаешь на него ответ. Раз мы сидим под Путиным. Расшифруйте аббревиатуру ЦРУ. ЦРУ. Знаешь, что такое? Я там работаю. ЦРУ. Как расшифровать? Ну что это может быть? Центральное. Да. ЦРУ. Управление, наверное, У. Да, а в середине какое-то слово? ЦРУ. Он ЦРУшник. Он что делает? Разведывательный? Да. Yes. Давай-ка. Ну все, мы прошли школьную программу. Федор, на этом я считаю мучение твоё закончено. Серьезно, с датами прямо вообще у меня. Я, если честно, один раз даже отца забыл поздравить с днем рождения. Но сейчас помнишь, какого? Да, конечно. Когда у папы делаешь? 12 ноября было. 12 ноября. Твой папа тоже скорпион, как и я. А у мамы 14 декабря скоро будет. Отлично. А когда день рождения Владимира Путина? Ну, идея. Ну, это вообще... Надо знать такие даты. Правда? Да. Почему? Ну, я тоже не очень знаю. Мне кажется, то ли 6 октября. Вот что-то такое. 7, да. Вот 7 октября. Ну, все, теперь мы запомним. Вот, на этой ноте, собственно говоря, я хочу сказать огромное спасибо. Спасибо тебе. Я впервые встречаю человека, который не просто умеет что-то делать профессионально, футболиста, еще который ходит на фильмы Триера при этом и идет на выставку Квинжи, если не врет. И не иду, потому что я пожертвовал выставкой Квинжи в пользу всеми тебя, чтобы провести с тобой время. Стоило все равно точно спасибо. Спасибо тебе. Ну, это было круто. Продолжение следует.